Республиканская оппозиция В ходе саммита обсуждались ряд мировых проблем. При этом особое внимание было уделено отношениям России и США, которые по оценкам российской стороны находятся на беспрецедентно низком уровне. Встреча знаковая, переломная. За ней должны последовать еще большие широкие переговорные процессы, чтобы целый ряд проблем урегулировать. Стоит отметить, что в ходе встречи обсуждались отношения из Китая. На данный момент США и Китайская народная республика находятся на грани торговой войны. Торговые и экономические отношения Китая и США носят взаимовыгодный характер. За 40 лет после установления дипотношений объем торговли между странами вырос в 231 раз. С приходом Трампа между странами начались накаляться отношения. Сейчас происходит экономическое давление от США. На данный момент Китай надеется, что Россия и США после саммита в Хельсинках улыбляют диалог и сотрудничество, что будет благоприятно до глобального мира и развития, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китайской народной республики Хуачуин. Китай приветствует улучшение отношений России и США и надеется, что стороны углубят диалог и расширят сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития. Президент Трамп проводит политику ярко выраженного американского протекционизма. То есть он заявил о том, что американские товары должны быть предельно свободны от налогообложения, в то время как все импортные товары должны быть напротив обложены дополнительными налогами. И в итоге мы сегодня присутствуем в ситуации так называемого подхода к торговой войне, которая сложилась не только в отношениях США и Китая, в торгово-конкурентных отношениях, но и даже между США и Европейским Союзом. Это первая полномасштабная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее президенты встречались дважды на полях международных мероприятий. В июле 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТС по Вейтамскому Дананге. Диана Шиловоль, Нардовлетьяров, Универньюс.